Грудное дело делаю после шеи, чтобы сначала активировать кровоснабжение мозга, нервная система, чтобы начала перезагрузку. И после этого только делаем все остальное. Грудь, естественно, после шеи первая, потому что нужно освободить дыхание, насытить кровь кислородом. И после этого можно уже приступать, как правило, с сильно зажатым поясницей, там каким-нибудь, может, суставом наболевшим. Ну, в зависимости от ситуации. В случае ребенка, конечно, все это меняется, там уже строго по ситуации. А с взрослыми придерживаюсь схемы. Часто спрашивают, почему работаю прямо через одежду. Ну, потому что большинство одежды обеспечивает лучший контакт с тем местом, куда я кладу руку. То есть через одежду надежнее, чем через кожу. Потому что испарина идет почти что сразу, кожа моментально влажная. Идет выделение дополнительного жира, если мы делаем серьезную правку, а не показательное видео, как сейчас. И поэтому через одежду получается лучше. По методике. То есть самое простое, это, естественно, давить просто сверху вниз. На позвонки, разумеется, я не давлю. Я давлю рядом с ними. Таким вот образом складываю ладонь. Со стороны может казаться, что ладонью на самом деле вот так. То есть проще всего давить сверху. Но сверху встанут, в данном случае, два позвонка. Все остальное, это уже более точная коррекция. Например, вот этот. Вот здесь позвонок, он смещен вверх. Соответственно, моя задача толкнуть его вниз. Делаю преднатяг. Прицеливаюсь. Чем резче я толкнул, тем меньше усилий я вложу. Мышцы не успеют зажаться. То есть это без боли, точно, аккуратно, красиво, эффективно. Так, поправили. Дальше. Следующее. Здесь так называемые ножницы, то есть два остистых отростка, разъехались в разные стороны от вертикали. Ищем тот, что выше. Правим его по диагонали. Преднатяг позволяет прицелиться к конкретному позвонку и не дать телу распределить на несколько. Вот так. То есть в принципе можно работать вообще кончиками пальцев, если тело расслаблено. И толчок делаю кистью. Не так, только по расслабленному. То есть на первом сеансе практически невозможно. Из-за новизны люди сопротивляются. Через каждое несколько позвонков вытягиваем весь позвоночник. Крестец вниз. Дальше смотрим. Вот здесь два позвонка сошлись. То есть межостистое расстояние очень маленькое. Нужно понять, какой из них уехал куда. В данном случае верхний вниз. Это можно сделать через шею. Захватываю. Так, вес головым на мои руки. Проверяю. Да, получилось. В технике вот этого ритмичного покачивания нужно подобрать ритм. Потому что каждый ритм соответствует своему позвонку. Чем ниже, тем более продольное и медленное движение. Чем выше, тем более, соответственно, частое. Подбираешь ритм. Слушаешь, чтобы именно это место отзывалось. Чуть-чуть дергаешь. То есть в идеале можно работать вообще кончиками пальцев. К чему, собственно, и стремлюсь. Ну, это зависит от того, кто на столе. Вот. Вытягиваем. В конечном счете, после вытягивания всего позвоночника, должно быть все одинаково мягкое. Все остистые отростки в линии. Никаких болей, зажимов, ощущений. Ну, кроме легкости, конечно. Так. Ну, на практике, после того, как сделал грубые вещи, остальные позвонки начинают показывать свои какие-то мелкие смещения. Тонус мышц опять не симметричен. То есть, сделав грубое, вытянув, приходится делать мелочевку. Хотя нам также важна. Просто амплитуда смещения меньше. Тут уже каждый раз приходится вытягивать, чтобы понимать, где напряжение, где нет. По себе ребра, после правки грудного отдела позвоночника, практически не меняет своего положения. Ребро на всем протяжении прикреплено к большому количеству межреберных мышц. Если я их не трогал, то их тонус остался прежний, а значит положение ребра тоже. То есть, в позвонково-реберных суставах разблокировка, конечно, произошла. Дышать становится легче, но эффект короткий. Поэтому ребра тоже нужно править. Большая часть ситуации достаточно просто, как вот ребра идут, вот так вот диагонально, то есть доля ребра вытянуть. Если сустав с позвоночником уже разблокирован, мышцы получат растяжку, проснутся, тонус обновится. Выглядит это вот так. То есть легкое движение я не давлю, просто по ходу ребра иду. Если ребро по каким-то причинам не отвечает на продольный толчок, тогда возвращаемся в ту область, где оно крепится, смотрим, что здесь. Да, здесь есть небольшая блокировка. Сейчас поправим. Так, снова проверяем ребро на подвижность. Вот, все, встал. Из-за полной взаимозависимости, то есть ребра зависят от позвонков, позвонки зависят от ребер, то есть это нормальная ситуация, когда я вроде бы грудной прибрал, прошелся по ребрам, вернулся, доделал. То есть я несколько раз так прохожу, чтобы точно удостовериться, что все хорошо.